Доносы Потому что на тех, кто написал донос, завтра другой его сосед напишет также донос и будет ему Ж. Большая Ж в его собственной жизни. Итак, на волгоградскую журналистку написали донос из-за фотографии в желтой куртке на фоне неба. Вы поняли? Небо теперь играет тоже важную роль. Если бы небо было не синим, не голубым вернее, а было бы сумрачным-сумрачным, грозовым, то не было бы доноса. А когда донос на фоне голубого неба, она еще посмела надеть желтую куртку, теперь вы будете бегать и избегать и голубого цвета в ваших куртках, и желтого цвета в ваших куртках. Ну, друзья, я, конечно, не знаю, может быть, цвет тоже имеет большую-большую разницу с менталитетом доносчиков. Итак, Антонина Смолина из Волгоградской области сообщила о визите участкового у себя на странице ВКонтакте. Пишет так. В завершении этой недели ко мне участковый пришел и говорит, что некий Валерий Николаевич П. написал на меня заявление в полицию. Так, мол, и так, пишет Валерий Николаевич, зашел на страничку Антонины Смолиной в соцсетях, а она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографирует. Ах, такая она, всякая из себя. Вы понимаете? Моразм. Моразм крепчает всякие шариковые полиграф-полиграфовичи. Они вооружились пером и начали писать. А это страшное дело для всех нас, друзья, когда такие вооружаются пером, и они еще грамотные, то есть умеют буквы писать. Может быть, конечно, право наше государство, что теперь не будет обучать таких полиграф-полиграфовичей шариковых, чтобы они вообще писать не умели. Чтобы не будоражили нормальный народ. И так, зашел он к Антонине Смолиной, который в желтом пуховике на голубом небе стоит. Фотография у него вызвала ассоциацию с вражескими символами. Власть и армию нашу дискредитируют. Поняли? Желтый пуховик надела, значит, власть и армию она дискредитируют. А то, что у него может быть психическое расстройство, деменция, об этом не говорится. А участковый должен, конечно, реагировать на деменцию мозга тех самых соседей или тех самых людей неадекватных, которые имеют мутантскую кровь, а не мутанты. Они имеют кровь мутанта. Да, эти самые полиграфы, полиграфы еще Шарикова. Ведь вы помните, из кого создал Шарикова, профессор Преображенский. Вы хорошо это помните, да? Так вот, знаете, что все Шариковы созданы при помощи мутации. И что на них обижаться? Ну, ведь самое паршивое, что участковые обязаны реагировать. И потом людей начинают сажать. За что? За то, что полиграфы, полиграфы, вообще Шариковы, они проснулись. Настало их время, время для каждого из тех низов, которые были никем, только что горлопанами и нищебродами, нежелающими работать, наркоманами и алкоголиками. Они сейчас возбудились. Настало их время. Помните об этом, друзья. Я Таня Карацуба, Сейбургхан. Сегодня день 5 апреля 2024 года.